Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу про низкорослые растения. Почвопокровные мы уже с вами изучали. Их, конечно, огромное количество. Но низкорослые немножко другая история. Низкорослыми можно назвать, допустим, если взять георгину, то 60 сантиметров это считается низкорослым. Поэтому я расскажу про те растения, которые могут быть и высокорослые. Но хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не отказывались от своих любимых растений только из-за того, что они не того размера. Поэтому будем обращать внимание на такие вот нюансы. Итак, начнем. Вспомните астру кустарниковую. Сейчас ботаники придумали ей новое название. Даже не буду воспроизводить, потому что сломается язык. Но мы помним, что астра кустарниковая, она объединяет несколько видов. Это и астра новоанглийская, астра ново-бельгийская, и еще там ряд видов. Но мы-то все друг друга понимаем, что это за астры. В Беларуси называют бабьей лето, потому что вот она цветет в сентябре месяце. Как правило, это очень высокорослые растения, которые иногда под массой своих цветов требуют подвязки. Валяются от ветра, от дождей. Иногда даже от снега очень поздние сорта. Только они зацветают, а тут уже снег сверху. Ляп-ляпи, они все хопа и лежат на газоне. Хочу обратить ваше внимание на такие сорта, которые высотой всего лишь 40 сантиметров. И при этом обладают той же красотой, что и высокорослые. Например, сорт Pink Tappets. Это будут соцветия розового цвета. Оно понятно, пинг. Следующий сорт называется Perla. Перла немножко прямо-таки вот с жемчужным отливом светло-розового оттенка. Ну и сорт Blue, тоже высотой до 40 сантиметров. Очень компактный кустик, прямостоячий, не разваливается. И оттенок его сине-фиолетовый. Светло-сине-фиолетовый оттенок. Следующее растение, которое также бывает высоким, это остильба. Остильба, ее цветоносы могут возвышаться до метра поверхностью почвы. И у кого-то может не хватает места для таких огромных кустов. Поэтому рекомендую обратить внимание на остильбу китайскую. Сорт Vision, который высотой всего лишь 40-45 сантиметров. И розово-лиловой окраски. Очень интересный, красивый сорт. И с необычным соцветием, паникающим. Называется он сорт Bronze Elegance. И целая серия сортов, которые различные окраски. Это серия, которая называется Unique. Вы сейчас спросите, где же их искать? Ну, конечно же, в интернет-магазине про цветок. Обязательно заходите по весне и посмотрите, что там есть. Растение, от которого мы иногда отказываемся от того, что оно поражается мучнистой росой, это флокс метельчатый. Но многочисленные сорта современные, они устойчивы к заболеванию мучнистой росой. И снова же, эта высота не метровая, а эта высота всего лишь 40 сантиметров. Ищите сорт, который называется Успех. Miss Mary. Miss Mary малиновая окраска. А сорт Успех фиолетовый с беленьким глазочком. Растение, которое не очень все принимают, злаки. Но буду настаивать все равно на злаках. Вы уже поняли, что я их очень люблю. И если мискантус китайский достигает высоты 1,5 метра 80, а мискантус гигантский, который также может выращиваться на огромных площадях, достигает 2,5 метра. Иногда даже, говорят, и больше может вырасти. Но хочется злака все равно, чтобы садить у себя очень интересный злак под названием Сеслерия. Есть Сеслерия вид Хефлера и Сеслерия осенняя. Почему осенняя? Потому что к осени ее волосочки окрашиваются практически в белый цвет. Высота этих злаков 35-40 сантиметров. То есть вы вполне можете вписать в свои композиции. Злаки замечательные растения. Они очень оживляют. Они нам создают такой вот уголок природы. И когда в зимний период, они замечательно смотрятся заснеженные. Все-таки приближается весна. Как ни крути. Все ближе и ближе она. И хочется обратить внимание на весенний цветник. А что в весеннем цветнике? Цветнике будет невысокое. Давайте забудем сегодня про тюльпаны. И вспомним, что есть такое растение, как примула. Примулы большая группа. Очень много различных видов. Но обращаю ваше внимание на такие виды, как виали. Даже ее называют орхидеевидное. Потому что соцветия у нее совершенно необычные. И если человек впервые видит, он даже и не поймет, что это примула. Листья достаточно крупные. И высота этой примулы 15-20 сантиметров. А само соцветие представляет из себя как будто бы конус свечи, который снизу окрашен в один цвет, а вверх совершенно в другом цвете. И если низ может быть фиолетовым, розовым, то сам наконечник окрашен практически в красный цвет. Следующая примула это примула аурикола или примула ушковая. Причем ушковая, потому что у нее листья совершенно необычные, не характерные для примулы. И англичане, они просто вот для них это примула примула. Они с ней там носятся, выставки проводят и друг от друга горшочки прячут. Не дай бог, там кто-нибудь что-нибудь украдет и подцепит. И листики при этом, они похожи в самом деле на ушки. Немножко так подогнутые, сизые, припорошенные, будто бы. И такие же припорошенные, будто бы мукой, цветочки. Совершенно различные окраски. Очень милые. И очень хороший еще такой факт, то что примула аурикола, она хорошо размножается семенами. Ей не надо там какие-то промораживания. Посеем ее в марте и потихоньку будем вести ее до осени. И в зиму она уходит совершенно нормальным растением. Еще одна необычная примула, это примула дентикулята или примула зубчатая. Необычна она тем, что у нее соцветие, как будто бы шарик на длинной цветоножке. Можно срезать прямо такие букеты, потому что высота вот этих цветоножек, она достигает порядка 15-20 сантиметров у некоторых сортов. И разнообразные окраски. Имея эти три примула, вы можете создать прямо такие цветник примуловый, переходящий с ранней весны, с начала середины апреля. И примула виали, если у вас получится ее вырастить, то она у вас будет цвести даже в июне и в начале июля месяца. Но это будет просто чудо, уверяю вас. Следующее растение, это мыльнянка. Это не та мыльнянка, и, наверное, возможно, кто-то, когда смотрит список растений, может его пугает название мыльнянка. Не та мыльнянка, которая растет под забором, хотя тоже так милые белые цветочки. Это мыльнянка, которая называется базилика листная. Растение низкорослое, образует компактные такие куртинки, высотой до 20 сантиметров. Так как растение из семейства гвоздичных, то цветочки, конечно, крупнее, сантиметра 3-3,5 в диаметре, но похоже на укрупненный цветочек, допустим, гвоздики травянки. Замечательное растение тем, что долго сидит на одном месте и не является таким вот агрессивным и шагающим. Имеет приятный аромат, и если кто-то хочет воспользоваться, типа вот как мылонка, да мыльнянка. Почему мыльнянка? Потому что за счет сапонинов, когда начинаешь с водичкой так вот растирать, и получается как будто бы даже мыльная пена. В детстве, я думаю, каждый забавлялся с этой вот обыкновенной мыльнянкой. Следующее растение, и назову там несколько сортов, хотя это я уже буду перешагивать через, как водится, десятку, но не могу не сказать про эту группу. Этот род растений, это герань. Именно герань называется. И я вот не знаю, как в прошлом году шли продажи в интернет-магазине про цветок, но там было огромное количество видов. Я думаю, что вот если бы вы заинтересовались, обратили внимание, то эти герани, это просто великолепнейшие растения. Современные ландшафтные дизайнеры очень любят их использовать, потому что, как правило, они невысокого роста, они не агрессивные. Есть, конечно, среди них те, которые вот там хотят пошагать как-то немножко дальше за пределы, но это вам не пырей, с ними легко очень справляться, но, как правило, они компактные. И мне очень нравится герань, которая называется, видовое название, Кантамбрийская. Цветки розового цвета, цветет она в июне, в июле месяце, и высота ее всего лишь 30 сантиметров. И следующая герань моя любимая, это герань Далматская. Это вообще одна из самых низкорослых и компактных гераний, растущих в открытом грунте. Обращаю внимание, что это именно герань, так называется по-латыни, 10 сантиметров, но при этом цветки в диаметре 4 сантиметра. И так как гераневые, они вообще вот цветки особенные, у них по-особенному там устроен цветок, у них там шпорка такая свисает. Далматская герань розового цвета, и листья к осени приобретают немножко красноватый оттенок, ну и если жара ее прижмет, листья тоже немножко приобретают красноватый оттенок. Так что прошу вас, обратите внимание на герани, те, которые многолетние, те, которые высаживаются в открытый грунт, и при этом неприхотливые и морозоустойчивые. Если говорить о низкорослых растениях, то, ну как вот тут не вернуться к теме почвопокровных, мы не вспоминали про растение, которое называется мшанка, по-латыни звучит сагина, сагина субулята, ну это уже в самом деле, это просто вот уже почвопокровнее не бывает, она буквально как мух, ее высота там 3-5 сантиметров. Из нее можно устраивать целые такие полянки, которые выглядят сказочно. Если у кого-то есть паутенистое место, в котором долго сохраняется влага, это будет просто идеал. Весна, все равно хочу возвратиться снова к теме весны и вспомнить про растения, которые напоминают собой ирис сибирский, но называются они иридодиктиум. Это один из самых ранних весенних цветков. Иридодиктиум сетчатый, зацветает, в зависимости от того, какая весна, может уже и в конце марта выскочить. В апреле так точно, высота иридодиктиума 15, иногда 30 сантиметров, может быть. И если кому-то не нравятся ирисы гибридные, от того, что они большие, и иногда они там тоже падают, от того, что огромный цветок, то посадите у себя ирис карликовый. Высота его будет 10-15 сантиметров. И в отличие от ириса гибридного, который цветет летом, то ирис карликовый зацветает уже в мае месяце. Иногда даже некоторые сорта в конце апреля. Окраска их, как правило, такая хорошая весенняя, бледно-желтая, желтая, голубая. Так что замечательно получится цветник. Ну и если не идти в магазин, то хочу обратить ваше внимание, что пройдясь по полям и лугам, лесам своим, вы можете подсмотреть там низкорослые растения, которые можете примерить у себя на своем участке. Например, почему не посадить где-то в полутенистом месте под пологом печеночницу хипатика нобелеса. Она звучит. Красивейшее растение, которое покрывается фиолетовыми песочками. Высота его будет 15 сантиметров. А если хотите что-то для солнечного места, то, может быть, сходите по лугам сухим или осыпям песчаным. Там вы встретите такое прекрасное растение, как букашник. Пусть звучит не очень-то, по-латыни звучит красивше, есть ионы, есть ионы, лай эвис. Зацветет он в июле и будет весь август вас радовать. На длинных цветоносах голубенькие цветочки, такие нежные. И снизу розеточка листьев. Не агрессивная, компактная и очень замечательная. И снова же, совершенно даром. Так что сходите, погуляйте, поясните, посмотрите, что там есть. Ну и не забывайте заглядывать в интернет-магазин про цветок, где вы найдете вот те растения, про которые я вам рассказала. И, может, вы на них просто не обращали внимания или не знали, или боялись. Спасибо всем, кто слушал меня. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин